С нами в этом часу Владимир Баканов, у нас сегодня час гастронома. Володя, вам слово. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Приветствую всех. Сергей и Евгений Янович, камера дослушателей. Ну что, сегодня у нас такой репортаж необычный, я надеюсь, что нас связь не подведет, поскольку нахожусь я сегодня не на территории Российской Федерации, а репортаж этот идет из Болгарии, поэтому впервые это будет происходить с видом на море. Поэтому два слова нужно сказать про Болгарию, про мое отношение к ней, про гастрономические возможности этой страны, ну и потом вернемся к нашей обычной тематике. И сегодня расскажем чуть более подробно о черноморской кухне, поскольку повод моего приезда связан именно с нашим проектом черноморской кухни, ее развитие и продвижение и дадим, безусловно, рецепт, который вот сейчас, с моей точки зрения, самое оптимальное время для того, чтобы такого рода салаты еще доедать, поскольку скоро станет совсем прохладно и закончится вегетационный период у прекрасных овощей и фруктов, и мы будем потихоньку переходить к не свежим, а более консервированным продуктам. Ну, если говорить о таких самых колоссальных, с моей точки зрения, плюсах пребывания в Болгарии, в этой, конечно, удивительной стране, это прежде всего овощи и фрукты. Реально, это, особенно овощи, предел мечтаний, что называется. Сейчас такие потрясающие помидоры и такие потрясающие перцы, да все овощи, все, которые созревают в конце лета, в начале осени, они сейчас все абсолютно в идеальном состоянии. Буквально там полчаса назад был на рынке и держал в руках эти болгарские перцы совершенно, ну просто они настолько толстые, ну реально, просто даже не верится. По сравнению с теми точниками, которые у нас там иногда возникают, разница существенная, конечно. Ну и громадные помидоры, от которых так пахнет, что в общем, они прям сами просятся в рот. Но поскольку про помидоры у нас как-то была почти целая передача, им посвящена их гастрономической сочетаемости, вот, но поэтому сегодня я думаю, что как раз перцем мы немножко посвятим, я сейчас говорю о специфике взаимоотношений перцев с иными ингредиентами и получения вот того, что мы называем гастрономическим джекпотом. Ну а если говорить в принципе, то, конечно, вот некоторые вещи я смотрю с потрясающим удовольствием, наблюдаю здесь все-таки последние там 10 лет, а некоторые вещи я, конечно, смотрю с таким специфическим взглядом, потому что вот глобализация все-таки с моей точки зрения портит такие страны, например, как Болгания. Портит почему? Потому что вот уникальные совершенно овощи и фрукты, приходишь в какой-нибудь местный ресторанчик, а у него салат несъедобный, из несъедобных помидоров. Я понимаю, что им покупать у фермеров это сложно, сложно с точки зрения экономической, сложно с точки зрения того, что все-таки эти помидоры имеют срок хранения и срок жизни 4-5 дней, а потом они пропадают. И они покупают у крупных осетей таких кеш-н-керри. А сети что им предлагают? Сети предлагают, естественно, гидропонику, предлагают у которой шкура там толщиной в пару миллиметров, и они предлагают эту гидропонику, которая там из Польши привезенная. Ну и, в общем, конечно, это все смотрится несколько плачевно, потому что находиться в такой стране, где справа и слева от тебя идеальные условия для возревания этих овощей. И вот этот обмен глобальный, когда вместо того, чтобы покормить своих фермеров, приходит что-то из велика, из Голландии, ну, в основном из Польши, из того, что я смог увидеть по коробкам, которые стоят в магазинах и вокруг ресторанов. В общем, это немножко расстраивает. Но при этом пререть в том, что страна все-таки сельскохозяйственная, отъехав недалеко от места скопления наших туристов, ну, то есть не наших, а вообще туристов мировых, потому что Болгария – один из колоссальнейших доходных источников, это все-таки туризм, и сюда приезжают на отдых со всей Европы около 10 миллионов человек. Я, конечно, не знаю цифру этого года, понятно, что цифра прошлого года была совсем плачевная, много кто потерял бизнес, много кто закрылся, особенно это касается ресторанов, вот. А что касается, скажем, позапрошлого года, это порядка там 10 миллионов, представляете, да, у страны с населением собственным, вот, 7,5 миллионов, такое количество туристов. Ну, потому что есть идеальные совершенно пляжи, есть идеально горячо любимые всеми нами Черное море, и это, конечно, делает страну уникальной. Справа, слева, это все, все это растет, тут можно отъехать буквально несколько километров, найти фермера и купить такие потрясающие овощи, что, в общем, конечно, на это смотришь, немножко все это требует корректировки. У нас в рамках Черноморской кухни будет несколько сейчас официальных встреч с руководителями регионов, я попробую какие-то свои мысли там изложить, вот мы сейчас с моим коллегой Железко-Атанасовым обсуждаем это дело, вот, и что, безусловно, требует корректировки, как это потихоньку происходит во всех сторонах Восточной Европы, и считая нас в том числе, да, у нас учебных заведений вроде как готовящих поваров много, да, а практически все повара, которые сегодня достигли чего-то, и чьи имена мы хорошо знаем, я имею в виду в России, они все самоучки, они все каким-то образом им повезло, либо просто таким, такой собственный талант, способность, такие способности, вот, кому-то повезло, что им удалось поработать с кем-то из западных поваров, особенно французских, все-таки они в этом смысле технологи серьезные, вот такая болезнь, она существует, конечно, везде, она существует и здесь, потому что, с моей точки зрения, есть разрыв между ингредиентами и тем, что ты получаешь на тарелке, я говорю сейчас о среднестатистическом случае, я не говорю о каких-то выдающихся колорах, потому что, ну, вот я преклоняюсь перед Сердой Димитровой, шеф-поваром болгарским, очень абсолютно это самоучка, абсолютно талантливый человек, самоучка, интересно, как по-русски самоучка, самородок, да, самородок такой, вот, и вот наличие таких талантливых людей, оно все-таки подтверждает, что помимо того, что нужно бороться за совершенствование и за сохранение вкусов своих самым-самым наисерьезнейшим образом, но в дополнение к этому нужно очень серьезно заниматься и подготовкой поваров, потому что, ну, реально, вот из этого можно делать шедевры, и мы об этих шедеврах рассказываем, но вот когда все-таки очень много туристического потока, то вы понимаете, зимой это все не нужно, это работает, это механизмы, которые работают только в течение сезона, а сезон крах, тем всего лишь там 13-15 недель, и мне иногда просто кажется, что кое-где в шеф-повараме работают лучшие водители троллейбусов, я с большим уважением отношусь к водителям троллейбусов, но это несколько другая профессия, не связанная с пониманием вкусов, не связанная с пониманием сочетаний вкусов, не связанная с пониманием, там, приготовления, особенностей температуры, да, и вот это, конечно, такой нюанс, из которого делать выводы нужно и нам в том числе, потому что у нас тоже, в общем, многие наши школы неплохо было бы немножко переориентировать в направлении более профессиональной подготовки ребят, чтобы на выходе они уже не просто шли работать к хорошему повару и учились всему, а чтобы они выходили уже готовыми, выполнять значительную работу и вставать сразу в строй, в хороший ресторан, к хорошему мастеру, да, приобретая необходимый опыт, но все-таки уже обладая колоссальными знаниями. Мы обязательно в ближайшие месяцы еще начнем рассказывать о наших региональных продуктах отечественных, для того, чтобы все-таки это тоже стало достоянием молодежи, которые стремятся получить профессию повара и стремятся в направлении зарабатывания денег на умение накормить вкусно своих гостей, вот, поэтому следует в это направление идти. Ну и путь о совершенствовании тоже, он, конечно, очень нуждается в этой работе, потому что у нас много продуктов тоже есть интересных, вот в Болгарии могу сказать, что есть там суджук тот же, есть Елена, это там ветчина вяленая, да, но вот последние 10 лет я наблюдаю это, вот как получен был вкус, да, вот так этот вкус и в этом варианте остается. Вот не совершенствуется он, не придается ему изысканность, не отрабатывает его, ну, то есть не адаптирует его. Люди привыкли, что вот это такой вкус. Да, он имеет право на существование, но он, с точки зрения гастрономической грубоватый, его можно было бы довести, его можно было бы сделать существенно более изящным, да, и здесь существенно более тонким, существенно более элегантным. Здесь же за примерами ходить не надо, вот, пожалуйста, Франция колоссальный пример, вот, пожалуйста, Италия колоссальный пример. Не, ну, когда Болгария станет Францией. Ну, с точки зрения экономической, вы имеете в виду, да? С точки зрения культурной, с точки зрения цивилизационной, с точки зрения какой угодно, все-таки заметьте, что Балканы, конечно, входили в Римскую империю, но Италия и Франция, они не являются. Да, в этом смысле согласен, но брать хорошие примеры можно и нужно, и поэтому совершенствовать нужно. Это касается и только Болгарии, это касается и нас в том числе, понимаете? Очень часто люди показывают продукты, говорят, вот, мы вот такой продукт сделали, все так классно, все так восхитительно. Ну, мне не очень лично самому нравится засилие каких-то французских названий, в частности, в сырах, французских и итальянских. При этом у нас есть потрясающие совершенно, потрясающие просто есть названия, которые совершенно спокойно могли бы конвертироваться в те самые прилагательные, которые бы становились этими удивительными сырами или удивительными колбасами. Совершенно, совершенно точно. Есть прекрасные русские названия. Тем более, что инструмент как наименование места происхождения товара, инструмент как географическое указание, он теперь есть, он работает. Это наше законодательство. Мы принимали участие в том числе вот в тех изменениях, которые вносились в гражданский кодекс по этому поводу. Ну, наша лепта, может быть, там меньше была, чем Государственная Дума и инициативная группа Государственной Думы и Роспатента. Но, тем не менее, эти инструменты есть. Они работают, сегодня можно регистрировать. Да, конечно, продавать адыгейский сыр, производя его где-то в Сибири, проще, потому что все знают, что такое адыгейский сыр. Но я, например, очень доволен, что теперь адыгейский сыр возвращен только на территорию Адыгеи и только оттуда может происходить. Это кому-то, может быть, очень сильно не нравится, но это, а, гарантирует все-таки, что имя напрямую ассоциируется с той территорией, откуда это происходит. Б, гарантируется, что оно делается по той технологии, потому что на месте это скоординировать и отследить, и пожурить, что называется, того, кто пытается сделать что-то не совсем так проще, чем это делать по всей территории страны. Было там 120, что ли, предприятий, которые там делали, производили адыгейский сыр. Все это делает Адыгея. И деньги, самое главное, эксплуатируя слово Адыгея. Все должны понимать, что где она расположена, каким краем она окружена со всех сторон, на прекрасном совершенно, и она располагается, и оттуда это должно поступать всюду. Как это сделано? Вот в той же самой Италии, о которой мы говорили. А как делать с сыром российским? Ведь, ну, вот что здесь? Россия у нас будет где? Слишком широкое понятие. Но есть же такой сорт сыра, и причем один из самых известных. Есть, 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 да. К сожалению, есть. Ну, то есть не к сожалению, а просто есть и есть. Толку от этого мало. Лучше бы это было из какой-то конкретной территории происходило. Вот нет на территории Пашихонского района уже, насколько я знаю, может быть, сейчас возрождает, это данные все-таки уже несколько лет давности, нет Пашихонского производителя именно в этом. Но я считаю, что если Пашихон не используется, значит, абсолютно они обязаны и там производить. В Италии вы хотите производить Парму? Да вопросов нет, пожалуйста. Инвестируйте в территорию, которая четко регламентирована. Она находится в Парме. С одной стороны кромка гор, с другой стороны ручей, как по которым он проходит. Еще одно ограничение дорогой связано, два ограничения по дороге. Вот в пределах этой территории будьте любезны, инвестируйте туда деньги, ставьте завод, производите Парусскую ветчину и включайтесь в этот бизнес. А он миллиардный, как мы как-то рассказывали, что оборот этого бизнеса составляет миллиард евро. Пожалуйста, участвуйте в этом процедуре. Не хотите инвестировать? Инвестируйте в производство, приезжайте, инвестируйте в бренд, приезжайте к этим предприятиям, договаривайтесь и на аутсорсе делайте, чтобы они для вас закупали соответствующие породы свинины, соответствующие разделанным образом, просаливали под вашим, в том числе, контролем. Делали и с вашей этикеткой, с вашим брендом. Денежки-то все равно в этом случае остаются в Парме. Я тут вспомнил про наше недавнее решение насчет шампанского, но лучше я промолчу. Да и вас не буду провоцировать. Я тоже промолчу, потому что я думаю, что все винные импортеры сейчас там вот снова этикетки... А все нормально, все разрешили, теперь уже опять начался ввоз, все в порядке. Значит так, если начальник сказал, что малюту Скуратов не душил митрополита, значит не душил. Сказал, что шампанское отечественное, значит отечественное. Не будем углубляться. Да, да. Абсолютно. Тем более тем не наше. Поэтому, ну, возвращаясь потихонечку от общих рассуждений, которые есть, я хочу еще чуть-чуть вернуться к черноморской кухне. Вот. Проектом этим мы занимаемся, ну, маленькой предыстории, я не знаю, уже несколько раз мы касались, проектом мы занимаемся достаточно давно. Вот. Вообще идея возникла еще, когда Сочинская Олимпиада была, то есть когда, вернее, когда Сочи выбрали в качестве столицы Олимпиады, это тогда, это тогда идея появилась, но правда идея была тогда все-таки, ну, мало понимаема нами самими. Мы в тот момент рассуждали больше о, скажем, черноморской кухне Краснодарского края. Вот, собственно говоря, каким образом она нам представлялась. А потом мы стали гораздо глубже изучать ситуацию. Мы посмотрели, что в мировых рейтингах ни одна из стран при Черноморье не попадает, то есть кухня этой страны, не попадает в топ-20, в топ-30, некоторые в топ-50. Ну, топ-50 условно, потому что топ-30 многие проводят, а топ-50 довольно редкий рейтинг. Буквально мы там пару штук видели их. Мы в 2016 году создали экспертную группу и начали над этим работать. Вот в 2017 году мы все рейтинги посмотрели, только турецкая кухня, только турецкая кухня, национальная, подчеркну, чтобы не путали. Она еще там пару раз была замечена на 19-20 позиции. А так тоже она находится в третьей десятке. Первая там десятка, она закрытый фактически, даже первые 15 закрытый клуб, туда прорваться невозможно. А вокруг Черного моря еще такая парадоксальная вещь, что в рамках каждой национальной кухни есть еще и кухня при Черноморском регионе. Абсолютно четко она выделена в кухне в Болгарии, абсолютно четко она выделена в кухне в Турции еще в большей степени. Собственно говоря, она присутствует везде, но если там говорить о побережье западно-восточном, мы принципиально сейчас перестали называть страны, потому что вокруг Черного моря политического конфликта сейчас столько, что лучше придерживаться все-таки нейтральности, а кухня, вы понимаете, она ни границ, ни политических убеждений, ничего не имеет. Это как ветер, как вода, она течет, куда ей нравится, и туда и приходит. Кухня тоже самая. И, собственно говоря, переезжая через любую государственную границу, вы не попадаете сразу в новую совершенно кухню. Потихонечку происходят соответствующие смены, но они больше определяются микроклиматическими зонами, горными хребтами, границами морей и океанов, вот такими вещами. А вовсе не политической границей, и вовсе не политиками, которые говорят, что вот теперь уже нужно тут есть вот это, а тут есть это уже не надо. Граница весьма всегда размыта в этой кухне. Но, тем не менее, так получилось, что вокруг Черного моря практически у каждой страны в той или иной степени есть ее причерноморская какая-то территория, и эта причерноморская территория имеет свою кухню. Эта кухня вовсе не обязательно завязана на местную рыбу, и когда мы все это дело посмотрели, проанализировали, поняли, что если даже, представляете, ни одна национальная кухня в 20 не попадает, то пытаться продвигать ее как еще, внутри нее еще какую-то субрегиональную кухню, связанную с Черным морем, ну, в принципе, невозможно. То есть сознание потребителя никогда не сможет этого отличить. Кстати, все мировые кухни из листинга вот этого, который есть, первые десятки, это никогда не региональная кухня. В узком смысле региона, а не в широком смысле. Потому что как таковой французской кухни ее нет. Внутри Франции ее не существует. Внутри Франции есть нормандская кухня, бретонская кухня, прованская кухня, ордежская кухня, да? А вот когда она выходит на мировой рынок, вот тогда все понимают, да, кухня-то французская, вот та же самая и в Италии. Да, есть, конечно, ломбарская кухня, да, есть пьемонтская, вот ее пытались там в Америке отдельно выделить ее там особенностями, там своими ризотто, трюфелями. Но не пошло это дело. Потому что вот людям проще так понимать, понимая под объединением, да, собственно говоря, все кухни это кухни объединенных стран. Когда все регионы, сложившиеся вместе в сознании потребителя и стали восприниматься как единая кухня. И, собственно говоря, темы отличаются от всех остальных. Ну, и когда там первые кухни, например, французская и итальянская в мире всегда, в любом рейтинге, который вы возьмете, да не даже 90, в 100% случаев, мы не обнаружили ни одного рейтинга, где бы одна из этих кухон не была на первом или на втором месте. Вне зависимости с Дальнего Востока, вы там, с Соединенных Штатов Америки, то есть по всему мы использовали рейтинги всевозможных стран и континентов. Все кухни мировые, которые за пределами их стран известны, они все известны как объединенные. И региональное объединение, на самом деле, пример такой опытом мультирегионального, что ли, или макрорегионального, это средиземноморская кухня. При этом там ни итальянцы, ни французы не относят себя к средиземноморской кухне. Да, все остальные страны объединились, и под этим зонтичным брендом вы можете их встретить во многих ресторанах. И в ресторанах есть, в ресторанах есть хороший инструмент, инструмент, который позволяет им зарабатывать, а потребителям получать удовольствие. Он называется мультирегиональным кузинцем средиземноморской кухни. Собственно говоря, одним из посылов разработки и начала продвижения черноморской кухни было то же самое, потому что, когда мы его исследовали, стало понятно, что даже в странах это не оказывается, а тем более их прибрежной зоны не оказывается, кухни этих прибрежных зон ни в каких топах. Придачу к этому еще исследованию показало, что кого не спроси, все знают ли вы черноморскую кухню, вернее, слышали ли вы о такой черноморской кухне? Да, слышал, да, независимо опрос шел в Турции, в России, на Украине, в Болгарии, одни и те же ответы. Да, конечно, да, знаю. Второй вопрос. Назовите пять самых известных блюд этой кухни. И тут наступала пауза. Нет, был ни одного человека, который мог бы назвать. Ну, там был один человек, который был профессионалом, и он смог там достаточно существенно отвечать на этот вопрос. А за пределами профессионала, просто потребитель, никто не мог даже одного блюда сформулировать. Собственно говоря, это была предтеча для того, чтобы включиться в этот проект активно. Мы начали его делать, начали существенно развивать, стали делать базу данных. Базу данных, описывающих все блюда, которые попадали в 150-километровую зону. Долго рассказывать, почему критерий 150 километров был, но, тем не менее, за пределами этого, уже кухня можно считать достаточно континентальной и не соответствующей морскому прибрежному. Прибрежные особенности утрачиваются. Так вот, описали базу данных. В эту базу вошло больше 650 наименований блюд, которые по всей территории. Это были все территории всех шести стран, которые имеют напрямую выход. И даже Молдавия, которая там за счет залива тоже немножко захватывает эту территорию, она тоже была включена. Все эти блюда описали, составили большую базу данных. Потом началась колоссальнейшая экспертная работа, которая была связана с анализом, с приготовлением, с обсуждением, с пановкой, с созданием длинного лица. То есть идея была такая. Все 650, там, 662 блюда, которые попали в базу данных, их невозможно продвигать. Но нет сознания таких людей. Даже выдающиеся математики, я думаю, не запомнят такое количество. А уж тем более они смогут распознать, чем между ними разница. Поэтому понятно стало, что для того, чтобы быть инструментом, кухня не должна содержать больше 50 блюд. Инструментом для создания бизнеса. Вообще, в принципе, в сознании человека должно оставаться 6-7 блюд от этой кухни, а для нормального ресторана 30-35 блюд вполне достаточно для того, чтобы полностью составить меню и удовлетворять запросы всех своих потребителей. Так вот, это было сформулировано, и вот это генеральное меню, оно сегодня существует. Только-только в этом году была завершена эта тяжелейшая работа. Спасибо, в том числе, АЧЕСу, который нас поддержал и помог в этом вопросе. В настоящий момент мы вышли на стадию продвижения. То есть, вот именно сейчас мы разрабатываем те концепции тех мероприятий, которые поддерживающих. Мы готовим несколько практических конференций, в которых будут рассказываться, как на черноморской кухне смогут заработать рестораны, как на них смогут заработать отели, как она может быть инструментом для огромного количества производителей соответствующих региональных продуктов, турагентств, которые могут показывать, туристов вырадовать и так далее. Но мы делаем, еще раз хочу подчеркнуть, объединенную черноморскую кухню. Российские блюда там есть? Ну, какие-то есть, не хочу сейчас озвучивать, есть, то есть, слово российские тут не совсем правильно, вы по словам российские имеете в виду блюда с территории северо-восточного побережья. Или Крыма. Как мы это сегодня формируем? Северо-восточного побережья, северного побережья, да, соответственно, оттуда тоже есть блюда, безусловно. Со всех побережьях есть блюда, но это объединенные. И в основе лежала простая-простая истина, потому что черноморская кухня, но она совсем не гастрономическая кухня, как и ни одна из кухонь прибрежного, прибрежных кухонь Черного моря не может быть отнесена к гастрономическому. В ней есть несколько блюд, которые могут претендовать на гастрономический уровень. Но в основе своей Черноморская кухня – это простая, вкусная и недорогая кухня. И при отборе блюд основным был принцип маркетинговой пригодности этих блюд. То есть можно ли этим блюдом удовлетворять? Брали самые, то есть использовали результаты продаж 2019 года, 2020-го все не было возможно, и поэтому отбирали самые продаваемые блюда, и при этом самый большой коэффициент удовлетворенности потребителями, имея в виду и местное население, и туристов, которые получат, и только эти блюда попадали в объединенное меню черноморской кухни. Они все простые, вкусные и недорогие, что наиболее существенно. Ну понятно, что там, если кому-то будет интересно и познакомиться больше с деталями, пусть посмотрят на сайте, на сайте все там написано, сайт это blackseacuisine.world, там можно посмотреть эти блюда, можно начать экспериментировать, работать с ними, дома можно смотреть мероприятия, которые проходят. Ну вот сейчас будет несколько практических конференций, нескольких фестивалей на разных побережьях, которые будут посвящены именно черноморской кухне, блюдам этой черноморской кухни. И, собственно говоря, всем, что вокруг черноморской кухни, в этом смысле и находятся рядом. Но если возвращаться к нашему джекпоту сегодняшнему, то я хотел буквально прям несколько слов рассказать о перце, то, что мы говорили в наших предыдущих передатах, что такое, что лежит в основе гастрономического джекпота. Мы говорили, что когда два уникально сочетающиеся между собой продукта, прям, они становятся джекпотом. Мы говорили помидоры прекрасно с базиликом, мы говорили о прекрасной с идеальной сочетаемости яблока и корицы, мы говорили о том, что как великолепно сочетается абрикос и ваниль, как прекрасно сочетается ревень и клубника. Мы говорили об отрицательных примерах, но не будем портить аппетит нашим радиослушателям. Также мы рассказывали о том, что все основные блюда построены, самые знаменитые блюда, они построены на квартетах, квинтетах сочетаемости блюд. Иногда два продукта не сочетаются с собой идеально совершенно, но подходят друг к другу. А возникновение третьего компонента, который дружит из тем и тем, делает великолепное трио, которое работает. Мы рассказывали о многих продуктах, рассказывали о том, какие формулы существуют гастрономические, что такое гастрономический баланс, как он выстраивается, что такое мелодия, что такое темп, аналогии с музыкой, что должно входить в меню. Может быть, как-нибудь еще какую-нибудь передачу посвятим этому. Но мы рассказывали о том, как должно быть построено меню, какие легкие блюда, какие тяжелые блюда, в какой последовательности должны дойти, как его правильно выстроить, для того, чтобы не измучить своих гостей, а для того, чтобы их порадовать. Но сегодня хочу буквально два слова рассказать о болгарском сладком перце. Ну или о том перце, который мы все любим и знаем, как болгарский перец. Имея в виду, что, прежде всего, это перец сладкий. Понятно, что все перцы, которые культивируются в Европе, они все имеют один и тот же источник. Это Центральная Америка. И понятно, что все это появилось на территории Европы благодаря открытию, сделанному Христофором Колумбом в 1492 или в 1494. Втором, втором. Вот, втором, да. Но втором открыла, привезли они семена, по-моему, в 94 году, когда стала развиваться культивация. Я об этом сейчас... Открытие 92-ое, это 100%. Да, но вот привезли сразу, я вот это уже сейчас... А это уже мы у Колумба не узнаем. Вот. Ну, нет, нет, там написание-то есть. Это уже эпоха, когда мореплавок или я, там, регистрировалось, там уже записи были соответствующие, что, куда перевозилось и как доставлялось, какие семена, куда поставлялись и где начинали культивироваться. Кстати, средний перец, он вообще, история-то у него всего лишь столетняя, да? То есть, тут был сладковатый, который привезли, а вот Майл, так называемый, он вообще там был выведен в Венгрии, да? Собственно говоря, оттуда и появилось слово паприка, да? Паприка или паприкаш, паприкаш, который итальянцы потом назвали петтерони, да? Петтерони. Это просто средний такой перец, средней остроты, да? Он не острый, не сладкий, средней консистенции, который пошел идеально количество, огромное количество блюд на этом было придумано. Даже всевозможные эти венгерские колбасы, я помню, они как раз именно тем и отличаются. Хотя, хотя, хотя хунгаринзы производятся они в Италии, а добавляется туда паприка и называется это колбаса венгерская, что еще перец повлиял и на эту процедуру. Соответственно, вот сезон перца завершается болгарского, да? Как раз время, вот в Болгарии все заготавливают на зиму, запекают в этих кеглях, в этих буретах, в чушках этих, запекают это все дело. И на зиму это, конечно, идеально. Теперь о сочетаемости. Если говорить об идеальных сочетаниях, то, конечно, перец просто идеально сочетается с помидорами. Также практически любой уксус идеально сочетается с перцем. В любой версии. И в версии его свежий, и в версии его запеченный. Это я имею в виду уксус, там, и бальзамический, и яблочный уксус, и винный уксус. Вишневый, кстати, уксус очень хорошо. Я хорошего по травы. Грешным делом про вишневый уксус вообще ничего никогда не знал. Но вот 8 минут у нас есть. 8 минут у нас? Ой-ой-ой. А большего нету. Базилик прекрасно сочетается с перцем, чеснок сочетается, оливковое масло сочетается. Красный лук наш ялтинский, да, великолепно сочетается с болгарским перцем сладким. Сыр хорошо сочетается. И фета хорошо. И козий, и моцарелла, и пармезан. Ну, помимо таких идеальных сочетаний, он хорошо сочетается с зеленым перцем свежим. Хорошо сочетается с баклажанами. Очень хорошо сочетается с лимонным соком. Ну, не очень хорошо. Ну, то есть, не джекпот. Но сочетается с лимонным соком. Хорошо баланс. Петрушка хорошо. Черный перец. Как ни удивительно, картофель хорошо сочетается с болгарским перцем. Болгарский перец идет хорошо с рисом. Хорошо сочетается с цукини. Ну, и понятно, что там соль всевозможная тоже. Поэтому, если говорить о дуэтах трио-квартетах, то я себе просто вот там буквально парочку набросал. Например, болгарский перец плюс базилик, плюс чеснок, плюс кедровые орехи, плюс вишневый уксус, о котором я только что сказал. Великолепное совершенно сочетание, которое дает отличный баланс. Вообще, надо иметь в виду, что сладость перца и вот эта вот кислота уксуса, они между собой очень хорошо работают. Дальше еще один пример. Это болгарский перец плюс чеснок, плюс оливковое масло, плюс лук, плюс тимьян, плюс цукини. Ну, и я быстренько буду перепрыгивать к рецепту нашего часа, потому что у нас осталось шесть минут, да? До 53. И ни секунды больше. Но будем стараться. Я сейчас буду говорить о черноморском летнем салате. По сути, это запеченный перец, помидоры и катык. Это один из самых простых, один из самых полезных, наверное, салатов в черноморской кухне. Но при этом он великолепно имеет баланс. Ингредиенты все очень полезные. Катык – это процеженный йогурт из корового молока. Берем там несколько продуктов, сейчас я их всех назову. Это вообще, катык – это кисломолочный продукт. Он, в принципе, распространен не только при Черноморье, он вообще распространен среди тюркских народов. Это такая более твердая форма йогурта. Просто процежен. Это там в марле, в холощовом мешке вы можете процедить его. Производится он из натурального молока, причем сквашивание бактериальными культурами и, соответственно, удаление соответствующей сыворотки. По сути, можно считать, ну, такой вариант нашей простокваши, если говорить о вкусовых особенностях. Отличается он только тем, что катык делает из кипяченого молока, да, и что обеспечивает ему чуть более высокую жирность. Но при сквашивании молока, при кипячении, его выпаривают на треть. И потом сквашивают в течение 6 и более часов при довольно высокой температуре, там от 20 до 40 градусов. Но главное там не перемешивать, не взбалтывать тогда. Катык сейчас можно встретить в продаже, он не только традиционный, но есть катык уже и пониженной жирности сделанный. Так вот, после сцеживания катыка получается сыворотка. Ну, сузьма сейчас не буду, уже курут, это все тюркские всевозможные вещи. Вот. Но нужно иметь в виду, что катык хранится недолго. После того, как вы это все приготовили, он становится, если дольше, он становится более кислым и острым. И уже больше подходит для того, чтобы его заправлять в супы, в жирные там бульоны. Катык употребляют как самостоятельно или вот добавляют в салаты, что, собственно говоря, и присутствует в салате, в котором мы говорим о черноморской кухне и о салате летнем черноморском. Так вот. Мы рассказывали, кстати, о том, что очень много блюд, которые построены на основе йогурта, на основе арана в черноморской кухне. В принципе, такие блюда, там, в черноморской кухне мы говорили о дзадзыке. Мы говорили о черноморском супе таратор. Очень популярно. Тот, кто хочет из радиослушателей, может там посмотреть все предыдущие передачи и видеть. Еще один важный ингредиент салата – это такой белый рассольный сыр, который у нас в стране называют брынза. Это соленый упругой сыр. Он важный, вообще важный компонент многих кухонных национальных народов разных, но и особенно популярен на западном и северо-западном побережье Черного моря. Поэтому у нас даже укоренилось такое название – болгарская брынза. Хотя это не совсем верно. Правильно было бы, наверное, подсуществует и румынская, и украинская, и молдавская, и болгарская, конечно. Но, в принципе, наверное, правильно было бы назвать балканская. Я имею в виду балканский полуостров, балканская брынза. Так вот, брынзу кладут и в салаты, и в супы, и в качестве начинки. Она попадает в варенье, в пироги. Один из самых древнейших сыров на Земле. Это рассольный сыр. Это рассольный сыр. Поэтому они набирают свою силу в густом соленом рассоле. По сути, это сырный сгуд, который мы рассказывали о производстве сыра, о кугляции и выделении тезина, который созревает в рассоле. Абсолютно натуральный продукт. Нет никаких консервантов, нет никаких красителей. Полезна она из-за высокого содержания кальция в нем. Что, в общем, прекрасно влияет на наш организм. Технология приготовления проще, чем у любых твердых сыров. Просто смесь видов различного молока, обычно овечьего, козьего, коровьего, буйволиного. Процеживается молоко, смешивается, фильтрует через несколько слоев марли, пастеризует при температуре высокой, порядка 80-50 градусов, и тут же охлаждают до температуры, и квасятся чужным ферментом. В течение потом, после этого, сворачивается молоко, сгусток разрезают на куски, заворачивают их к ткани, и кладут для того, чтобы выделить остатки сыворотки. После этого это идет в работу, и довольно долго высаливается сухой солью. То есть пересыпают сухой солью, а потом опускают в рассол, и в этом рассоле происходит довольно долгое созревание. К сожалению, боюсь, что уже... Две минуты осталось. Сегодня. Ну, тогда закончим с брынзой для тех, кто ее любит, для тех, кому она нравится. Очень часто вижу одну проблему. Когда берут брынзу, и брынзу добавляют в салат, добавляют ее впрямую, прям сразу же отрезая от куска. Но это не совсем правильно, потому что вы понимаете, что 20-процентный соленый раствор, в котором она хранится в прохладном месте, приводит к тому, что потребляется много соли, и брынза становится слишком соленой. Поэтому, если вы хотите, чтобы брынза была в салате гармонична, то ее нужно перед употреблением обязательно разрезать на кусочки, и обязательно нужно ее выдержать в течение, ну, минимум 10 минут в молоке для удаления излишков соли. Ну, можно в теплой воде, но я всем рекомендую в молоке, потому что при длительном хранении соленый раствор в емкости, там, его меняют каждый месяц и еще снижают концентрацию. Ну, собственно говоря, тогда рецепт мы перенесем на следующий раз, вот, не возвращаясь уже к этому, а еще раз хочу два слова сказать о черноморской кухне, и о том, что черноморская кухня, она простая, вкусная и недорогая, что очень важно, она заслуживает вашего серьезного внимания. Поэтому, с утра, давайте приглашим сегодня передачу. Ах, вкусно это было! У меня родители тонкие листочки брынзы еще в советские времена кипяточком запаривали, как, впрочем, делали и с мацуй. И она получалась нежная и до крайности вкусная. С нами был Владимир Баканов. Мы говорили о черноморской кухне. Это был час гастронома.